Всем привет! Меня зовут Евгений. Сейчас на видео вы увидите, как можно научиться тестировать мышцу на примере средней дельтовидной мышцы. Поэтому... Смотрим! Начинаем разбирать мануально-мышечное тестирование в прикладной кинезиологии. Это основной инструмент для диагностики проблем всего организма. Организм целостная вещь, поэтому как выглядит тест показываю сейчас, далее будем разбирать подробнее. Это тестирование средней дельты, устанавливаем руку, давим вверх. Вот это показатель тонуса, то есть давим вверх. И как бы на нем сейчас не вис, я его продавить не могу. А делаем легкое движение, давим вверх, и он уже ломается. Это и есть медицинская магия, medical magic и все прочее. Держим руку, давим вверх. Здесь все то же самое. А теперь разберем тестирование вкратце. Разберем основные правила тестирования. Первое правило. Тестируемый стабилен, пациент стабилен. Можете называть его клиентом, либо подопытным, как угодно. Главное, чтобы он был стабилен. Что значит стабильность? То есть он должен находиться в исходном положении, не болтаясь. То есть если я, допустим, среднюю порцию дельтовидной, буду тестировать его просто одной рукой, дави сильно вверх, дави, 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 его уведет вот сюда в конце концов. Для этого мне нужно его стабилизировать. Я сам исходно должен стоять тоже на широких ногах. Если я буду стоять на одной ноге, но стабильным им, то есть мне будет самому неудобно. Занимаем исходную позицию. Для тестирования дельтовидной мышцы можно использовать позицию пациент сидя, тестируемый сидя, доктор сзади, либо оператор, тестирующий. Если вам высоко, вы ростом меньше, можете посадить тестируемого на стул. Выводим руку на 90 градусов. То есть так мы изолируем среднюю дельту. Я стабилен, тестируемый стабилен. Стабилизируем за противоположную руку, за противоположное плечо и устанавливаем свою ладонь на тестируемую руку. Правило номер два. Куда устанавливать тестируемую руку? Мы можем ее установить в нескольких точках. Первая из точек это выше локтя. Вторая из точек это ниже локтя. Чем ближе мы к плечу, чем ближе мы к плечо-лопаточному суставу, тем сложнее мне будет его протестировать. И то же самое можно сказать наоборот. Если у вас очень крупный, мощный парень или мощная девушка, можно установить руку подальше, для того, чтобы мне было легче его тестировать. И так я буду понимать, есть тонус или нет. Правило номер три. Мы устанавливаем тестируемую руку по перпендикуляру. То есть я тестирую сейчас правой рукой. И когда я вывожу в среднее положение руку, я свою руку должен держать под углом 90 градусов к его тестирующей руке. То есть я не должен давить вот сюда. Я не должен давить куда-то к себе. Я не должен давить в сторону. Мне нужно поставить перпендикуляр. Вот он 90 градусов. Таким образом я создаю все максимальные условия для изолирующего теста на дельтовидную мышцу. Правило номер четыре. Тестируем по дуге. Средняя дельтовидная мышца, она выполняет функцию отведения по дуге. То есть создается определенная арка, дуга движения руки. Поэтому я не должен тестировать строго вниз. И не должен тестировать куда-то в другую сторону. Я должен тестировать по дуге движения сустава. Исполняю правило первое. Стабилизирую. Исполняю правило второе. Устанавливаю руку на тестируемую зону. Исполняю правило третье. Под углом 90 градусов. И правило четвертое. Я тестирую по дуге. То есть движение вот сюда. То есть я не тестирую вниз, повторяю. А вот сюда. Пятое правило. Оно состоит из трех пунктов. Первое. Это правило называется преднатяжение. То есть преднатяжение, когда я руку вывожу в тестируемую точку и мышцу преднатягиваю. То есть я ее исходно уже укоротил для удобства тестирования. Следующее правило в тестировании самом это натяжение. Я прошу пациента давить рукой вверх. И только тогда, когда я получу ответ на свою руку его давлением, я буду исполнять третье правило, которое называется растяжение. Давайте повторим еще раз. Преднатяжение. Просим давить. Натяжение. И когда я начинаю давить сам, это правило называется растяжение. И не забывайте про вторую фазу. Она очень важная. Сейчас покажу, как не соблюдается второе правило в тесте. И я давлю сразу. Разговаривайте с пациентом. То есть просите. Выведите руку, удерживайте. Давите. Почувствовали давление? После этого начинаете давить сами. И тогда тест получается правильным. Таким образом, на примере средней порции дельтовидной мышцы я показал, как можно тестировать мышцу. Тренируйтесь делать это дома. В следующих выпусках будут другие мышцы, доступные к тестированию. Такие как прямая мышца бедра, икроножная мышца, большая ягодичная мышца. Где с помощью теста можно оценить, тонизирована ли мышца или нет. И тем самым можно исправлять различные дисбалансы в теле, корректировать их и устранять боли. Medical magic. Если вы подробнее хотите узнать, что такое прикладная кинезиология, на все вопросы я ответил здесь. Всем привет. Я доктор Евгений. Сегодня будем разбирать мануальное мышечное тестирование дельтовидных мышц. Среднюю мы уже разбирали вот в этом видео. Но сегодня вкупе, передний, средний и задний, я еще раз покажу, как это делается. Покажу я ее на... А давайте прям на вас. Дельтовидная мышца, она крупный стабилизатор плеча. Именно плечи лопаточного сустава. Ее какая-либо дисфункция может вызвать нестабильность плеча, его болтание, боли при поднимании, при движении вперед-назад. Полезно уметь тестировать как мануальным терапевтом, так и просто фитнес-тренерам. Ну и конечно же кинезиологам, остеопатам и другим целительским специальностям. Начнем с передней дельтовидной мышцы. Для тестирования передней дельтовидной мышцы мне было удобно посадить пациента на стул. Если кто может тестировать с кушетки, делайте это пожалуйста с кушетки. Кому как удобнее. Но главное, чтобы вы были стабильны и соблюдали все правила тестирования, которые необходимы для мануального мышечного теста. Что делаем для тестирования передней дельтовидной мышцы? Мы руку выводим в положение сгибания и легкого отведения. Передняя дельтовидная мышца выполняет вот эту функцию. То есть ее дуга тестирования как пионерский привет. Мы так и будем ее тестировать. И поэтому преднатяжение мы выполняем вот в этой позиции. Просим удерживать руку здесь. Теперь точка приложения тестирующей руки будет на средней или нижней третьей плеча. То есть я буду ее устанавливать вот таким вот образом. То есть мое предплечье и предплечье тестируемой руки, они должны быть параллельны. То есть не в этом ракурсе, не в этом. А именно вот в этом. Встаю я сбоку от пациента. Стабилизация пациента будет осуществляться за спину. То есть я буду стабилизировать его с обратной стороны. Показываю все моменты, которые я рассказал только что. Выводим руку для теста. Устанавливаем стабилизирующую руку. Устанавливаем тестирующую руку. И мы уже готовы к тестированию. Движение мое будет следующее. Сейчас не сопротивляйтесь. Оно будет вот такое. То есть больше работы в корпусе и в тазу. То есть как будто я убаюкиваю младенца. Вот таким вот образом. Проведу тест. Удерживаем. Стабилизируем. И сейчас просим давить по дуге вверх. Я получил вторую фазу, а теперь получаю третью фазу. В данном случае мы получаем в чистом виде гипотоничную переднюю дельтовидную мышцу. Переходим к следующей. Тестирование средней дельтовидной мышцы. Подробный ролик о том, как тестировать среднюю дельтовидную мышцу, вы найдете в описании. Поэтому показываю молча. Держивай. Ниже. Дави вверх. Вверх, 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 вверх. Мы получили тонус. Давайте проверим, а нормотонична ли мышца или нет. Для этого мне достаточно найти длину самой мышцы и сделать сближающее движение для ингибиции нейромышечного вертена. По сути, ущипнуть за мышцу. Вот таким вот образом. И просим удерживать. Дави вверх. Мышца показала нормотоничность. Потому что она адекватно отреагировала на мою провокацию ингибиции нейромышечного вертена. То есть я ее попросил расслабиться, и она расслабилась. Чем неадекватная. А теперь протестируем третий пучок дельты. Это задняя дельтовидная мышца. Тестирование следующее. Мы выводим руку в обратном положении от тестирования передней дельтовидной мышцы. То есть если она для передней дельты тест у меня вот так вот располагается рука, то для задней дельты у меня тест будет в этой позиции. И просим пациента давить назад и вверх. Потому что именно дуга задней дельты выполняет вот это движение. Стабилизирующая рука будет находиться у меня на груди. С широким захватом. А тестировать в данном случае я буду левой рукой. Посмотрим коротко то, о чем я рассказал, как это в действии выглядит. Вывожу руку для теста задней дельтовидной мышцы. Стабилизирую за грудь. Тестирующая рука, в данном случае у меня левая, будет устанавливаться на среднюю, либо нижнюю треть плеча. Но не на сустав. Не слишком близко, не слишком далеко. Ближе к средней трети. Таким образом, чтобы я не делал полный захват. То есть захват кольцевой в любом мышечном тесте он недопустим. Делаем обезьяний захват. То есть большой палец прижимаем к ладони, к первому. Держи. Вывели руку для теста. Стабилизируем за грудь. Рука в обезьяний захват. И просим пациента давить назад и вверх. Сейчас сильно не напрягайтесь. Тест, дуга теста, точнее, будет вот таким вот образом располагаться. То есть он давит назад и вверх, а я давлю по дуге вперед и вверх. То есть противоположность работы задней дельты. А теперь покажу, как выглядит тест молча. И здесь я получаю гипотонию. То есть исходно у нас из трех мышц у пациента имеется только лишь одна нормотоничная. Это средняя дельтовидная. А передняя дельта и задняя дельта у нас в гипотонии. Они могут создавать дисфункцию плечо-лопаточного сустава. На помощь придут компенсаторы. И скорее всего это будет трапециевидная мышца, большая грудная мышца и ротаторы плеча. Тем самым создастся децентрация сустава, то есть плеча относительно лопатки. И позиция сустава может добавлять различных дискомфортных ощущений в нем и ощущения боли. Дельты это лишь малая часть мышц, которые стабилизируют плечо-лопаточный сустав. Но они основные, потому что большая часть работы у нас происходит именно за счет отведения руки, сгибания руки, различных манипуляций на 45 либо на 90 градусов. Если в этой позиции у нас дельты не будут работать, то все остальные более мелкие мышцы будут создавать в себе дисфункции, укорочение, реактивность, активацию нейромышечного вертена и все эти различные патологические состояния, которые мы будем разбирать в дальнейшем. Но помните, что для тестирования любой из предложенных мышц, мануально-мышечное тестирование, нужно протестировать очень много мышц. И лучше всего это делать в присутствии наставника. Поэтому задел, который вы можете здесь получить, обязательно нужно оттачивать на людях в присутствии знающего человека. Если вас интересует обучение, можете пройти по ссылке в описании и записаться на очные курсы. Тестируйте, тестируйте, тестируйте. И тогда у вас получится та самая медицинская магия, которой вы можете пользоваться и исцелять всех своих пациентов. В следующем ролике разберем, как еще больше стабилизировать плечевой сустав с помощью тестирования ротаторов плеча. Не пропустите. Тестируйте. 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 Всем привет. Я, доктор Евгений, показываю сейчас, как тестировать бицепс, трицепс и мышцы предплечья. Спереди и сзади. Поехали. Для тестирования бицепса мы выводим руку в следующее положение. Надо попросить пациента лечь. Это будет очень удобно. Лежа это делать вообще удобно. И пациенту, и тестирующему согните руку примерно на 90-100 градусов. То есть около вот этого положения. Примерно так. И просим плечо прижать к грудной клетке. То есть вот этого будет достаточно. Для того, чтобы во время теста рука не ерзала. Прижимаем руку к грудной клетке. Своей рукой мы прижимаем немножко плечо сбоку, чтобы она не ездила. Выводим предплечье в позицию супинации, насколько позволяет нам это сделать локоть. И выводим на 90-100 градусов. Примерно 95, чтобы не запутаться. Удерживайте руку. Просим удерживать руку в этом положении. Вот. Кулак не сжимать. И сейчас моя тестирующая рука встанет на нижнюю треть предплечья обезьянным захватом. Таким образом. И мое тестирующее движение будет перекат с передней ноги. На заднюю. При этом просим тянуть руку к себе. Показываю тест. Удерживаем. Прижали. Держим здесь. К себе. И мы подсаживаемся и получаем явный тонус. Ингибируем нейромышечное веретино, чтобы проверить мышца в норму тонусе или нет. К себе. Подсаживаемся. Мышца в норму тонусе. То есть она начала дребезжать и поддалась. Так тестируются две головки бицепса. И мы уже сможем понимать, насколько у нас локоть, именно локтевой сустав, с передней поверхностью упакован. Теперь трицепс. Тестирование трицепса. По сути, очень похож тест на бицепс, только в обратную сторону. Тут больше механика самого тестирующего меняется. А так рука выводится в то же положение. Сгибание в локте 90-100 градусов. Но точка приложения у нас будет теперь с обратной стороны предплечья. И прижимаем также плечо к туловищу и просим давить от себя. В этот момент мы наоборот с задней ноги как бы вырастаем, расслабьтесь, и делаем движение по дуге. Вот это. Удерживайте. Прижали. Стабилизируем. Тестирующую руку поставили. И просим давить от себя. Давить. И мы давим, 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 давим. Мы целяем. Тут тест замечательный. Ингибиционера Мишни Вертина. Держим руку, давим на меня. И... Тут у нас гипертонус. Частичный. Это надо перепроверять. Но механика теста повторю еще раз. Удерживай. 90-100 градусов. Прижали. Руку выводим для теста в супинацию. Здесь тестирующая рука. И просим давить от себя. Давим. Давим, 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 давим. Тест нормотония. Предплечье теперь. Тестирование мышц предплечья. Как группа. Тут их очень много. Но как группу протестировать мышцы передней поверхности и задней мы можем достаточно просто. Все мышцы передней поверхности предплечья крепятся к медиальному мышелку. Плеча. И вот тут часто бывают болячки. Как протестировать? Мы просим руку выпрямить. Сжать ее в кулак. Так, чтобы напречь все мышцы сгибателей. И кисть к себе. Насколько позволяет она. После этого мы захватом, уже не совсем обезьяним, но и не кольцевым, мы беремся за предплечья таким образом. После этого мы стабилизируем грудную клетку с плечом вместе. И тестирующее движение будет у нас следующее. Мы сделаем вот так. То есть мы не кистью работаем, а как бы с передней ноги переходим на заднюю. И все это время просим кулак, то есть к себе тянуть. Еще раз покажу с другой руки. Здесь держим. И к себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Достаточно сильное предплечье. Мы его ингибируем. К себе. Достаточно нормотоничное предплечье. Обратная сторона. Задняя поверхность предплечья. Делаем то же самое, только кулак сжимаем и кисть к себе. То есть мы делаем именно в эту сторону сгибания теперь. Также устанавливаем тестирующую руку. Также стабилизируем за плечо грудную клетку. Но здесь не жестко, то есть на сустав не давите. Мягко. Мягко. Держим руку здесь. И к себе просим только предплечьем. Отлично. Расслабьтесь. И подсаживаясь, делаем тест. Еще раз. Держиваем. К себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Подсаживаясь. Отличный тест. Мы его ингибируем. К себе. А вот и сработало. Здесь все отлично. Вот таким образом вы можете протестировать бицепс, трицепс, переднюю поверхность предплечья, заднюю поверхность предплечья. Это те группы мышц основные, которые держат локтевой сустав. В следующем ролике покажу, как можно стабилизировать локтевой сустав, протестировав все мышцы на плече и предплечье. И выровнять тягу мышечную, чтобы сустав был в позиции и не болел. Рад был делиться информацией. Пока. Всем привет. Я доктор Евгений. Ролик будет про мышечное тестирование прямой мышцы бедра и большой ягодичной мышцы. Они нужны для того, чтобы оценить исходное состояние тонуса. Полезно как фитнес-тренерам, так и действующим кинезиологам и тем, кто хочет оздоравливать область таза и бедер. Поехали. Тестирование прямой мышцы бедра. Для этого просим пациента лечь на спину. Для тестирования встаем в удобном положении, то есть ноги чуть шире плеч. И соблюдаем все правила тестирования, которые были вот здесь, в этом видео. Не забывайте. Для стабилизации пациента устанавливаем руку на противоположное бедро. Следующим пунктом мы выводим прямую ногу примерно на 30 градусов. И просим пациента удерживать ногу. Удерживайте. Следующим пунктом, точка приложения, мы встаем ориентировочно на центр голени, либо на 1 третью ниже центра. Ориентировочно это здесь. И просим пациента давить ногой вверх. Давим. И сами оказываем воздействие. Повторим еще раз по пунктам. Стабилизация. Преднатяжение. Удерживайте. Давите. Натяжение. Я давлю. Растяжение. А теперь тест молча. Удерживаем. Давите. Вот мы и получили тонус прямой мышцы бедра. Делать тест на противоположную ногу не рекомендуется. Лучше обойти и встать со стороны тестируемой мышцы. Теперь протестируем большую ягодичную мышцу. Тестирование происходит по той же стороне, той же мышцы, с которой мы находимся. Для этого нужно сделать основные действия, пункты. Это сгибание в коленном суставе, отведение бедра на 15 градусов и разгибание в тазобедренном суставе около 5-10 градусов. То есть выше ногу поднимать не имеет смысла, потому что начинает прогибаться поясница. Удерживаем. Просим удерживать ногу здесь. И чтобы не было прогибов поясницы, мы пациента можем попросить давите лобком вниз, в кушетку. Вот и отлично. И просим удерживать ногу в этом положении. Удерживайте. Устанавливаем тестирующую руку на середину бедра, задней поверхности. Второй рукой мы придерживаем голень, чтобы в тесте не было разгибания. Поэтому удерживаем. И воздействие оказываем прямой рукой по дуге. Дуга будет у нас в направлении вот в этом. И просим давить вверх. Давите. Вторая фаза. Третья фаза я оказываю давление. Тест положительный. Повторяем все коротко. Повторяем все движения. Сгибание в коленном. Отведение на 15 градусов. Разгибание 5 градусов. Устанавливаем руку. Просим давить вверх. Сами оказываем давление по дуге. А теперь как выглядит тест молча. Удерживаем. Давим. Положительный тест. А теперь бонус. Трелень. Среднеягодичная мышца. Тоже очень хорошо стабилизирует. От бертила до таза. Вот здесь она находится. Прямо вот тут. Что делаем? Укладываем пациента. Лежа на бок. Тестируемая мышца находится сверху. Нижняя нога легко согнута для стабилизации. Стабилизируем. Не за таз, не за мышцу. Можем стабилизировать легко за ребра. То есть за туловище, за живот. Прямую ногу выводим под прямым углом. Получается не уводим ее вперед. Не сгибаем, не разгибаем. На 15-20 градусов. Не больше. Это доступность для сустава. Просим удерживать ее здесь. Стабилизируем за туловище. Устанавливаем тестирующую руку на среднюю треть голени. Таким образом. И просим давить вверх. Дави, дави, дави. И вот это вот есть тест. То есть по дуге. Сейчас расслабься, не дави. Вот, вот, вот этой. Вот, 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 вот этой. По дуге вниз. Давим вверх. Вот это вот тест. Тестирую еще раз. Стабилизация. Отведение. Просим удерживать. Устанавливаем руку. И просим давить вверх. И тестирование по дуге. Тест удался. А теперь как будет выглядеть тест? Молча. Удерживаем. Дави вверх. Тонус. Положительный результат. Вот вам и бонус. Если вы умеете тестировать эти три мышцы, вы уже можете стабилизировать таз достаточно плотно. Это могут делать, повторюсь, фитнес-тренера, массажисты, кинезиологи, реабилитологи, доктора, соседи, дети, животные. Все, кто может тестировать, все это надо уметь делать, чтобы таз был очень стабильный. В следующем видео я расскажу, как можно тестировать мышцы плеча и стабилизировать их, чтобы плечо не болело, чтобы было все плотно. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Если хотите личную консультацию, проходите по ссылке в WhatsApp в описании. Изучайте, пользуйтесь, будьте здравы и на здоровье. Medical magic. Всем привет, я доктор Евгений. Показываю мануально мышечный тест большой грудной мышцы. Две порции. Смотрим. Вот она, большая грудная мышца. И она делится на грудиную часть, то есть ту порцию, которая крепится к грудине. И ключичную часть, частично к грудине, частично к ключице. И если мы отведем руку в сторону и разогнем ее, то есть видно ход большой грудной мышцы. Крепится она к плечу. Основная функция это приведение плеча из любой позиции. Внутренняя ротация плеча и приведение из отведенного положения. Вот таким образом. Все помните, да? Живлежа. С-с-с-с. Поэтому тестируем, показываю. Тест большой грудной мышцы можно делать по двум типам. Это по типу толкай и по типу теней. Показываю два варианта. Начнем с ключичной порции большой грудной мышцы. Тестирование по типу толкай делается следующим образом. Исходная позиция. Я становлюсь на противоположной стороне от тестирующей стороны мышцы. Я, короче, стою на другой стороне. Я тестирую правую, сам стою слева. Понятно, да? Что делаем? Мы прямую руку выводим в сгибание 90 градусов. После этого делаем вращение. Куда вращать? Вращать нужно руку вовнутрь. Внутренняя ротация. Исчерпывающая, насколько допускает нам плечо. И просим удерживать руку в этом положении. Наше тестирующее движение, сразу показываю, будет в эту сторону. А сама мышца выполняет функцию. В данном случае она расслабься. Приводит руку вовнутрь. Она делает приведение отведенной руки. Позиция тестирующего следующая. Я становлюсь напротив руки. Стабилизация происходит за противоположное плечо. Мы не сильно на него давим. Мы стабилизируем за плечо и за грудную клетку одновременно. То есть вот таким вот образом располагаю я руку. Следующим шагом будет место приложения, куда я буду прикладываться. Прикладываю себя, во-первых, манки-гриппом, обезьянным захватом. И не так, а именно обратным хватом. То есть я становлюсь вот в этом положении. Подсаживаюсь на обе ноги, становлюсь в разножку, потому что, сейчас не сопротивляйся, мое движение будет вперед. То есть я как бы из подсаженного положения буду вперед и вовнутрь давить. А теперь показываю, как выглядит тест полноценно. По фазам преднатяжения я стабилизируюсь, стабилизирую пациента, прикладываю руку. Вторая фаза, прошу давить на меня, давите, натяжение. И третья фаза, растяжение. Тест в данном случае является тоничным. То есть я поймал тонус. Чтобы понять, норма тонуса это или нет, нужно сделать ингибицию нейромышечного веретена. То есть по местам крепления я просто мышцу чуть-чуть ущипну и сразу же перетестирую. Давим на меня. Давим, давим, давим. Это тест норма тоничный. То есть он показал нам сейчас адекватность. Вот, теперь показываю по типу тяней. Все то же самое. Преднатяжение, внутренняя ротация. Только в данном случае я становлюсь в размножку и устанавливаю руку как бы захватом на себя. Я буду ручник тянуть на себя. Стабилизация за противоположное плечо и грудную клетку. Таким образом, ладошкой прямой. Вывожу на 90 градусов, становлюсь в размножку и сейчас расслабьтесь, не помогайте. Я буду делать как бы подсаживание. То есть я на задней ноге просто буду подсаживаться, а вот эта конструкция моя не рукой работает, а корпусом. Не забывайте. Выводим первую фазу преднатяжения. Просим давить и вовнутрь натяжения. И теперь я подсаживаюсь и получаю фазу растяжения, получаю тонус. Опять же, перепроверка. Ингибиция нейромышечного веретена. И перепроверяем. Давим вовнутрь. Подсаживаемся и получаем гипотонию. Вот это тест по типу тяни. Уже вам не нужно будет бегать всё время с одной стороны на другую. Если вам нужно протестировать мышцу с одной стороны, вы можете делать это на одной стороне, имея два возможных варианта толка и тяни. Теперь переходим к грудинной порции большой грудной мышцы. Грудинная порция большой грудной мышцы. Делает приведение и в большей степени по диагонали. То есть волокна укорачиваются вот в этом направлении. Так мы её и будем тестировать. То есть вектор давления мы будем просить оказывать в сторону противоположного бедра. То есть правую руку, когда тестируем, мы будем просить давить в сторону левого тазобедренного сустава, левого бедра. Вот сюда. Что мы делаем? Мы стабилизируем в данном случае сейчас пациента за противоположное бедро. Вот здесь. Сами устанавливаем руку на среднюю треть предплечья и встаем на уровне таза. То есть наше тестирующее движение будет вот этим. То есть мы как бы с одной ноги будем сейчас переходить вниз на другую ногу. Вот это вот перекат такой. Просим удерживать руку. Первая фаза у нас преднатяжение. Установили. Средний треть предплечья, обезьяний захват. Просим давить в противоположное бедро. Давите. Это натяжение. И теперь давим сами. Это растяжение. Тест нормотоничный. Делаем ингибицию нейромышечного веретена. Просим давить ещё раз. Давим, давим, давим. И получаем гипотонус. Вот так вот. По типу толкай. Теперь переходим на тип тяней. По типу тяней я покажу на этой стороне, чтобы вам видно было. Фаза преднатяжения это сгибание, внутренняя ротация. Теперь я встаю в разножку. Обезьяний захват будет следующим. Стабилизация за противоположное бедро и область таза. И сейчас будем просить давить в противоположное бедро. И сам я буду с передней ноги уходить на заднюю. И делать как бы вот это движение вниз. Поэтому первая фаза. Стабилизация. Точка приложения. Просим давите вовнутрь. И сами подсаживаемся. И получаем тонус. Ингибиция нейромышечного веретена. И проверка на нормотоничность. Давим вовнутрь. Давим, 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 давим. Отлично. Получаем гипотонию. Все очень даже удачно, успешно. Вполне себе адекватно. Прекрасно. Замечательно. Невероятно. Все здесь хорошо. В общем, пробуйте, тестируйте. Не забывайте, что чтобы нормально тестировать, научиться качественно, много надо чего перетестировать и много кого. Поэтому всех родственников сейчас обзванивайте. Всех соседей тестируйте, перепроверяйте. Если какой-то обучающий курс нужен, пишите, звоните. Номера есть, контакты все в описании. Проходите. Вот здесь вот ссылочки везде оставлю. Для того, чтобы вы умели тестировать, потому что уже все это рассказывал, про фазы, а грудные мышцы рассказываю впервые. Смотрим до конца, делимся, учимся. Пока. Всем привет. Я доктор Евгений. Тема этого ролика – тестирование мышц промежности, мышц тазового дна. Как группу. Верхние и нижние пучки. Смотрим. Мышцы тазового дна состоят из многих мышечных пучков. Вот здесь вот они все у вас показаны. Но тестировать их отдельно, каждую, достаточно трудоемко, проблематично. Поэтому мы будем тестировать их как группу, чтобы понимать, есть ли вообще дисфункция в тазовом дне. Кому это надо? То есть тем, кто хочет лечить людей и убрать такие дисфункции, как недержание мочи, допустим, либо выпадения различные, либо еще что-нибудь. В общем, найдете сами причины. Как тестировать? Показываю. Для тестирования мышц тазового дна нам нужно желательно положить пациента, это очень удобно делать лежа, и попросить собрать ноги. То есть мы ставим ноги вместе. После этого для тестирования нижних пучков мышц тазового дна нам нужно попросить собрать пятки, но раскинуть носки. То есть ноги вместе, пятки вместе, носки врозь. Таким образом мы будем тестировать нижние пучки мышечных волокон тазового дна. И после этого, это исходное положение, мы делаем следующее. Нам нужно взяться за нижнюю треть голени. То есть мы хватаемся за нижнюю треть голени, и тестирующее движение у нас будет следующее. Мы как будто будем ноги раздвигать. Вот таким вот образом. Перед этим еще раз просим пятки вместе, носки врозь. То есть наша тестирующая рука держится за нижнюю треть голени. Локоть мы выводим в параллель к кушетке, то есть в параллель полу, там где вы будете тестировать. Стабилизация пациента будет за противоположную голень. То есть если мы не будем его стабилизировать таким образом, попросим просто сейчас сжимайте ноги крепко, мы будем все тело двигать. А нам нужно только одну из сторон. То есть если мы беремся за правую ногу, то мы тестируем правую сторону. Поэтому тестирующая рука за нижнюю треть голени, пятки вместе, носки врозь. Стабилизация за противоположную голень. Но здесь очень чувствительная зона, поэтому старайтесь не давить туда сильно. Возьмитесь за икроножную мышцу в проекции, чтобы просто стабилизировать эту ногу. И мы здесь уперлись, а тестирующее движение будет следующим. Мы как будто будем сейчас корпусом вращать. Сейчас ноги расслабьте, и движение у нас будет такое. Мы в тазу будем вращаться, то есть вот таким вот танцевальным движением. Мы делать будем в корпусе движение. Стабилизирующая рука на месте, тестирующая рука вместе с корпусом будет двигаться. А теперь сам тест. Ноги вместе, пятки вместе, носки врозь. Держимся за нижнюю треть голени. Стабилизация за противоположное бедро. Встали в разножку и просим сжимайте пятки друг с другом. Сжимаем. Вторая фаза. Почувствовали напряжение. И теперь корпусом пытаемся развернуться. И у меня не получилось, потому что здесь норма, тонус. Повторю еще раз. Ноги вместе, сжимайте крепко, тянем на себя, стабилизируем. Вот это отличный тест. То есть если была бы гипотония, сейчас не напрягайтесь, тест бы вам показал следующий результат. То есть вы бы свободно раздвинули ноги. Показываю, как тестируется верхняя порция мышц тазового дна. Механика теста точно такая же. Но исходное положение, то есть преднатяжение мышц будет иным. Мы просим ноги вместе поставить, но при этом носки вместе, пятки врозь. И следить за тем, чтобы пациент пальцами за пальцами не держался. Такие хитрости тоже могут быть. Да, вот эти вот все ненужные вещи. Поэтому большой палец соединяем с большим пальцем. Тестирующая рука также находится на нижней третьей голени. Стабилизирующая рука за противоположную голень. И просим сжимать ноги друг с другом. Сами выводим локоть в параллель полу-либо кушетке. И тестирующее движение, сейчас не напрягайтесь, будет точно таким же. Поэтому носок к носку. Сжимайте ноги крепко. Сжимайте, сжимайте, сжимайте. Тут вообще ничего не получится у меня сломать. Это тонус. А если было бы гипотония, сжимайте ноги. Сжимайте, сжимайте, сжимайте. Расслабьтесь. Вот это была бы гипотония. Следите за тем, что именно нижняя порция тестируется пятки вместе носки врозь. А верхняя порция тестируется носки вместе пятки врозь. С другой стороны, тест точно так же происходит, только вы будете тянуть левой рукой. Поэтому протестировав мышцы тазового дна, вы уже будете иметь представление о том, как кисет, именно диафрагма таза работает. И уже от этого будете отталкиваться и получать какие-либо результаты диагностические и лечебные от этого тактики выстраивать. Поэтому рад был делиться. Пользуйтесь. Всем привет. Я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно протестировать мышцы живота. Прямую мышцу живота, косые мышцы живота и поперечную мышцу живота. То есть сейчас будем живот в кучку собирать. Смотрим. Для тестирования прямой мышцы живота, это те самые кубики, нам нужно сделать следующее. Мы просим пациента сесть на кушетку таким образом. Руки сделать в кулаки и поставить их скрестно на плечи. И выровнять спину. Стабилизация здесь происходит за ноги. То есть вы ставите две ноги вместе и держите их. Потому что тестирование будет следующим образом. Если мы ноги не будем стабилизировать, то они просто будут подниматься и ронять его. Поэтому обязательно первым делом поставьте руки здесь. После этого тестирующее движение будет давить на этот скрест. То есть где руки скрестились, вот прям вот здесь, мы будем давить сюда. Каким образом? По правилу, опять же, перпендикуляра. Наша задача сейчас тестировать перпендикулярно. То есть по направлению к мышце. Вот так давайте круто скажем. Ставим руку сюда. И мы не будем таким образом давить. Нам нужно выставить руку прям вот этим вот образом. Поэтому еще раз. Стабилизация. Выводим руку здесь. И сейчас не сопротивляйтесь. Движение наше будет мы с правой ноги. Вот я сейчас показываю как будто с правой. То есть с задней ноги на переднюю перекатываться. Пока полежите. То есть тест будет вот этим. Я как бы снизу немножко буду вырастать и вниз давить. То есть движение будет вот это все время по дуге. Поэтому просим еще раз подняться. Руки скрестно. Спину выровнять. Стабилизация. Точка опоры. Выставляемся. И просим давить на меня корпуса. Давим. Хороший тест. Проверим норма, тонична ли мышца. То есть мы просто щипаем прямую мышцу живота. Мышцу живота. Выдерживаем. К себе. Тут гипертонус. Я ничего не поделал. А ну-ка еще раз попробую. К себе. Все отлично. Тут отлично тонизированная прямая мышца живота. Аж она в гипертонусе. По-хорошему она не расслабляется. То есть тоже надо подкорректировать. Повторю еще раз коротко. Руки скрестно на плечи. Спину ровнее. Стабилизация за ноги. Ноги. Точка опоры на скрест. Давим на меня. Отличный тонус. Прямой мышцы живота. Косые. Тестирование косых мышц живота. Тут немножко скомбинировать можно. Косые мышцы живота. Это опять же боковые поверхности. Передней брюшной стенки. Боковой брюшной стенки. Что делаем? То же самое. Просим скрестить руки на плечах. В кулачок. Потому что если руками сюда давить. То можно сделать нечаянно терапевтическую локализацию. Либо пациент начнет себя щипать. Зачем-то. Хотят сильным показаться. И есть и такое. После этого мы скручиваем в какую-либо из сторон. Допустим, если я стою справа от пациента. То скрутим его вправо. Если я буду стоять слева. Мы скрутим его влево. Поэтому сейчас скручиваем вправо. Потому что я стою вправо. Как все понятно и просто. И просим его немножко скруглиться. Мы сейчас будем делать следующее движение. Стабилизация также за ноги. За дистальную его часть. Точка опоры на левой руке. В данном случае на той руке, которая ближе к нам. И тестирующее движение будет также по прямой. Но мы будем давить как в сторону вниз. Так и немножко его как будто раскручивать. А теперь покажу, как по правде тест выглядит. Давим на меня. Отлично. То есть движение, еще раз повторюсь, оно... Расслабьтесь. Следующее. Туда и немножко вперед как будто. Я хочу его выкрутить. Потому что у косых есть и ротационная мышца еще. Ротационная функция еще. Покажу с другой стороны. Что делаем? Посадили. Скрест кулачок на плечах. Повернули в свою сторону. Ближние руки к себе. Стабилизация за ноги. И на меня. Отлично. А теперь расслабьтесь. Еще раз. Тест. Туда и внутрь. Так мы протестировали прямую и косые. Пробуйте. Очень интересные будут результаты. Поперечная мышца живота. Самый глубокий слой мышечный. Ну как мышечный? В большей степени мышца состоит из сухожилия. Но есть ее мышечные компоненты. Она также частично крепится к тому месту, где диафрагма крепится. В квадратную мышцу поясницы вплетается. То есть очень цилиндрическая такая мышца. Она тестируется очень похоже на квадратную мышцу. Покажу как. Для этого мы попросим руки руками взяться за кушетку. Если вы лежите, если ваш пациент лежит на полу, то ладони поставьте вниз плотно. После этого просим ноги вместе сдвинуть. И поднять ноги на 30-35 градусов. И расслабьтесь. Я их сам буду держать. То есть держите ноги здесь. Стабилизация будет за вертел. То есть за таз сбоку. Взяли. Стабилизировали за таз. И просим делать движение в какую-либо из сторон. Если вы стоите справа, то просим давить влево. Таким образом мы тестируем левую поперечную мышцу живота. То есть левую ее из сторон. Если вы будете стоять слева от пациента, вы просите давить его вправо. То есть просим давить от вас. В противоположную сторону. От вас. Еще раз. Ноги вместе. Удерживаем 30 градусов. Руками взялся, чтобы стабилизироваться. Стабилизируем дополнительно за бедро. И давите ногами влево. Двумя ногами влево. Двумя ногами. Все работает. А теперь попробуем укоротить волокна в глубину. Залезем прям в глубину. И сделаем ингибицию нейромышечного вертена. Удерживаем. Влево давим. Влево давим. А вот тут гипотония. Вот это мышца нормотоничная. Покажу с другой стороны, чтобы было понятнее. Стабилизация руками пациента за пол либо кушетку. Стабилизация его за бедро дополнительно. Выводим на 30 градусов ноги. Просим давить влево двумя ногами. И тонус. Таким образом, протестировав мышцы живота, вы можете понять, где какие есть дисфункции в них. Они гипотоничные, гипертоничные. Либо они будут нормотоничные. И уже устранять в них определенные недуги и дисфункции. Когда это пригодится? Когда есть живот, который не может собраться в кучку. Когда есть диастаз, который постоянно мешает собрать живот опять же после беременности либо после быстрого похудения. Либо когда есть в принципе недовольство физическое либо эстетическое передней брюшной стенки. Пользуйтесь. Всем привет. Мануальный мышечный тест сейчас покажу. Квадратные мышцы поясницы и подвздошно-поясничные мышцы. То есть тех мышц, которые держат поясницу. И результат тестирования которых позволит вам понять, что делать с болью в спине. Поехали. Для тестирования квадратной мышцы поясницы нужно сделать следующее. В первую очередь мы просим пациента лечь на кушетку, либо на пол. И соединить ноги вместе. То есть пятки с носками. Позиция тестирующего, то есть конкретно доктора, либо тестирующего, да, уже говорил. Следующее. Мы берем ладонь и заводим ее под обе ноги таким образом. То есть задача захватить обе ноги снизу, как будто бы крючок. И встать нужно с противоположной стороны от той мышцы, которую мы тестируем. То есть сейчас мы будем тестировать левую квадратную мышцу поясницы, а стоять будем справа. Поэтому встаем справа, ноги вместе, захватываем крючком. И вот я уже у изготовки для теста. Но теперь нужно стабилизировать пациента. Что для этого нужно? Для этого нужно другой рукой прижать руку и эту к тазу. Ету к тазу руку. Для того, чтобы когда во время теста у нас не было движения всего корпуса по кушетке. И еще одна стабилизация будет руками пациента. Мы просим пациента руками взяться по краям за кушетку с обеих сторон. Если это пол, то прижать руки к полу. Исходное положение нам также нужно укоротить мышцу, сделать преднатяжение. Для этого мы где-то на 15-20 градусов примерно ноги в сторону отводим. То есть сейчас я укоротил квадратную мышцу поясницы слева. Здесь захватил, здесь стабилизировал, руками застабилизировался пациент. И теперь я стою в разножку. Сейчас не помогайте. Тест будет следующим. Я делаю движения в корпусе вот это. То есть у меня рука, предплечье параллельно будет к кушетке. Либо полу. Еще раз встал. Удерживаю. Он держится. Я здесь держусь. Расслабьтесь. Вот это вот тестирующее движение. А теперь просим пациента давить обеими ногами в левую сторону. Просто сейчас давите обеими ногами в левую сторону. Вот это движение должно быть. Запомнили? А теперь тестируем. Стабилизация, стабилизация, исходное положение. Давите ногами влево. Давим, 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 давим. Все. Это тонус. Показываю с другой стороны. Тест с другой стороны. Правой мышцы квадратной поясницы. Точка приложения. Стабилизация. Стабилизация. Выводим в преднатяжение. Просим давить ногами вправо. Фаза натяжения. И теперь растяжение. Получаем тонус с обеих сторон квадратной мышцы поясницы. Если будет гипотония, вы поймете это следующим образом. Давите вправо и расслабьтесь. И вы получите результат, что пациент не может двумя ногами давить в ту или иную сторону. От этого можно понимать, что там есть дисфункция. И что надо мышцу это просто восстановить. А как восстановить квадратные мышцы поясницы, вот в подсказочках сейчас выйдет вам. Там я показываю, как ее лечить. Тестирование подвздошно-поясничной мышцы. Достаточно мощный стабилизатор. Именно поясничного отдела. А также преднатяжитель он. Грудо-брюшной диафрагмы. Диафрагмы входа в малый таз. В общем, очень важная мышца. Показываю, как тестировать. Для этого нужно сделать следующее движение. Мы сразу одномоментно будем делать в трех плоскостях сгибание, ротацию и отведение ноги. Нам нужно встать с тестирующей стороны. То есть правая подвздошно-поясничная мышца. Нам нужна правая нижняя конечность, правая нога. Я опять же повторюсь, в трех плоскостях работа. Мы берем с внутренней стороны, захватываем стопу таким образом. И теперь нам нужно ногу согнуть, отвести и ротировать наружу. То есть еще раз. Сгибание, отведение, наружнее вращение. Вот так. И просим здесь удерживать ногу пациента. Вот так будет у нас выглядеть исходное положение. В градусах это следующим образом. То есть нам нужно согнуть на примерно 20-25 градусов. Отвести так же примерно на 20-25 градусов, чтобы протестировать как группу и подвздошную, и поясничную мышцу. И сделать наружнее вращение, исчерпывающее. То есть насколько позволяет нам тазобедренный сустав. Вот. Таким образом мы просим удерживать пациента ногу. Сами в этот же момент стабилизируем. В градусах это следующее. Мы сгибаем на 20-25. Отводим примерно так же на 20-25. И сделаем исчерпывающую ротацию. То есть максимально, насколько позволяет нам бедро и колено. В этот же момент сразу стабилизируем за противоположное бедро пациента. И просим удерживать ногу. И вот он удерживает. А если мы стабилизировать не будем, то таз его будет ёрзать. И во время теста, давите ногой вверх, у него всё будет сгибаться. Но это не совсем качественно. Поэтому стабилизация. Можете исходно сразу. Стабилизация. Сгибание. Отведение. Наружная ротация. И просим удерживать ногу здесь. После этого тестирующая рука находится на внутренней поверхности нижней третьей голени. Тест нужно делать быстро. Нога будет уставать. И задача нам встать вот таким вот образом. И сделать 90 градусов в локте для того, чтобы тестировать. Встали. Ноги на ширине плеч. Просим удерживайте ногу. И задача надо будет, чтобы пациент давил ногой вверх. Не куда-то вовнутрь. Не в вас, а вверх. Удерживаем. Стабилизировали. Приложились. И просим давить. Расслабьтесь. А теперь показываю, как выглядит сам тест. Стабилизация. Сгибание. Ротация. Отведение. Удерживаем. И просим давить вверх. Давите вверх. И сами. Делаем тест. То есть движение должно быть направлено. Держите ногу. Расслабьтесь. Вот сюда. Вот таким вот образом. То есть вектор. Этот. Покажу с другой стороны. Стабилизация. Сгибание. Отведение. Внутрь. Наружнее вращение. Наружнее вращение. Удерживаем. И просим давить вверх. Вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Отлично. Вот и вам тест подвздошно-поясничной мышцы. А как полечить ее? Сейчас в подсказках вам выйдет. Как залезть и отмассировать, отработать подвздошную часть, подвздошно-поясничной мышцы. Исходя из данных теста, вы можете отработать массажными движениями. Просто банально глубоким массажем и устранить триггерные точки в гипотоничной, подвздошно-поясничной, либо квадратной мышцы поясницы. И уже стабилизировать таз и поясничный отдел для того, чтобы уменьшить боль в пояснице и в вышележащих отделах. Поэтому пользуйтесь. Всем привет. Я доктор Евгений. Продолжаю обучать тестированию мышц. Мануальный мышечный тест или мышечный тест или ММТ. Сегодня разберем хамстринги, икроножную мышцу и подколенную мышцу. Поехали. Показываю тест икроножной мышцы. Исходное положение. Пациент лежа. Тестирующий или оператор, или доктор. Находится у ножного конца. То есть возле ног. Далее. Исходное положение. То есть для тестирующей мышцы, то есть ее преднатяжение, первая фаза. Нужно вывести колено, то есть согнуть колено и вывести ногу в 95-100 градусов примерно. То есть если мы сделаем больше, то получится, что мы будем тестировать помимо икроножной, еще и заднюю поверхность бедра, хамстринги. Нам этого не нужно. Чистый тест, чтобы получить. Лучше согнуть ногу на 95-100 градусов примерно. Далее. Тестирующая рука находится в обезьянном захвате и захватывает крючком пятку. Вот таким образом. Стабилизирующая рука, она будет стабилизировать у нас колено. Каким образом? Мизинец с большим пальцем мы ставим на головку малоберцовой кости, а большой палец мы ставим на мышелок большеберцовой кости. Еще раз. мизинец головка малоберцовый большой мышел от большеберцовой кости то есть вот таким вот штекером далее безымянный палец и указательный палец они встают на мышелке бедра а средний палец он встает прям по середине колено чашки над коленника и вот таким вот штекером мы фиксируем коленку удерживаем колену в этой области для того чтобы не ерзала колено вправо либо влево то есть стабилизировали взяли обезьяне захват за колено и вывели предплечье параллельно стопе то есть мы не тянуть будем вверх куда-то вниз а именно вдоль кушетки таким образом мы встаем стабилизируем ся сами и движение будет у нас следующем расслабьте ногу то есть тест будет проводиться вот таким вот образом еще раз показываю вот таким вот образом а теперь показываю сам тест пяткой тянетесь к ягодицы вот сюда то есть вот таким образом давить данным 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 это гипотония дам еще раз перепроверяем снова получаем гипотоничный тест вот и такой тест тестирование подколенной мышцы делается в том же положении в котором мы тестируем икроножную мышцу то есть с согнутым коленом но здесь сгибаем его на 90 градусов то есть тут нам нужен прямой угол то есть вот эта позиция ноги далее тут будет у нас очень интересный захват мы будем также стабилизировать как при тестировании икроножной мышцы но стопу нужно попросить согнуть на 90 градусов чтобы угол между голенью и стопой был 90 градусов то есть сделать тыльную флексию или тыльное сгибание следующим моментом нужно сделать вот это движение умным словом это называется инверсия стопы удерживать просим в этом положении удерживайте захват делаем следующим образом тут уже не будет обезьянного захвата тут нам большой палец будет в помощь то есть мы здесь как бы здороваемся здорово за ногу она ответила мне за ногу с пациентом и выводим локоть то есть предплечье параллельно полу или параллельно кушетки параллельно той поверхности на которой лежит пациент вот таким образом покажу с другой стороны чтобы было понятнее покажу с этой стороны сейчас чтобы было виднее просто сгибая ногу но когда вы будете тестировать вторую ногу не надо сгибать то есть таким образом сгибаем и выводим то есть вот таким вот образом движение которое нужно будет делать сейчас не сопротивляйтесь следующие мы как бы с одной ноги перекатываемся на другую и получается вот такой вот скрип но это просто пациент храпить и получается вот такой вот перекат при этом старайтесь следить чтобы не ерзала нога туда-сюда стабилизирующую руку удержим плотно удерживаем делаем выводим стопу в инверсию просим держите стопу так делаем вот такой захват уже не monkey grip не обезьяний и просим давить носком вовнутрь давите вовнутрь даем 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 и делаем вот это вот движение а теперь показываю сам тест согните вовнутрь давите стопой вовнутрь получаем гипотонию так гипотония под коленные мышцы под колено мышца она диафрагма колена очень много проблем именно с гипотенией этой мышцы связано с артрозами образованием кист бейкера и проблемами с менисками тестирование задней поверхности бедра или тестирование хамстрингов хамстринги это три мышцы бицепс бедра полусухожильные полуперепончатые мышцы они объединяются в группу которая называется мышцы задней поверхности бедра или хамстринги то есть это хам мясо strings сухожилия те самые подколенные сухожилия они это мышцы не забудьте что делаем мы для теста встаем со стороны тестирующей ноги то есть я сейчас тестирую именно правую ногу я встаю со стороны правой ноги для теста мы сгибаем ногу на 15 20 градусов плюс минус просим удерживать ногу в этом положении стабилизирующая рука встает на противоположное бедро не за таз не за коленный сустав за хамстринги противоположного бедра и стабилизируем ногу здесь просим удерживать ногу здесь удерживайте тестирующая рука встает на нижнюю треть голени таким образом и я встаю в удобное положение потому что мое тестирующее движение будет вот этим то есть я буду как маятник работать вот таким образом для теста просим пациента давить пяткой к ягодице и соблюдаем все фазы теста а теперь показываю как выглядит сам тест удерживайте удерживайте ногу и давите пяткой на мою руку даем 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 получаем гипотония показываю еще раз удерживаем стабилизируем давите даем 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 гипотония для удобства если вы хотите протестировать хамстринга с противоположной стороны в принципе достаточно удобно и такая легкая фишка что не обязательно переходить на ту сторону можно протестировать хамстринги и с другой стороны стоя на стороне противоположного бедра то есть выглядит это так удерживаем стабилизируем за эту ногу но при этом вам нужно будет удерживайте ногу при этом вам нужно будет наклониться вперед давим пяткой на меня и гипотония пробуйте тестируйте очень много мышц нужно перетестировать если хотите понять где именно проблема лучше тестировать по нескольку раз потому что чтобы научиться нужно тысячи ног перетестировать вот здесь вот подсказочка небольшая как фазы теста можно соблюдать это первый урок по обучению он же будет в ссылке в описании поэтому смотрите изучайте если есть вопросы задавайте в комментариях очень рад был с вами делиться этой информацией до следующих встреч всем привет я доктор евгений сегодня разбираем мануально мышечное тестирование ротаторов плеча 4 основные мышцы monkey grip первая основная мышца которую будем сейчас тестировать это надосная мышца то есть она располагается над осью лопатки если смотреть на лопатку у нее есть такой выступ прям над ней будет располагаться надосная мышца основное движение которое выполняет эта мышца это отведение до 30 градусов то есть если полностью руку прижать и до 30 градусов ее отвести то как раз таки активно эту функцию выполняет над осная мышца очень часто как раз таки ее укорочение либо слабость вызывает проблему в стабилизации плеча что формирует так называемый импичмент синдром либо плечи лопаточный периартрит как же ее тестировать показываю исходное положение я занимаю со стороны тестируемой руки сам встаю в удобную для себя позицию ноги на разножке с опорой на заднюю ногу далее что я делаю мы пассивно пред натягиваем мышцу отведя ее на те самые 30 градусов и просим удерживать руку в этом положении далее стабилизирую себя и пациента за таз то есть я завожу руку и стабилизирую его за вертел за бедро за таз с противоположной стороны далее тестирующую руку устанавливаю на нижнюю треть предплечья обезьяним захватом не забывайте тот самый monkey grip дальше устанавливаю и вывожу перпендикуляр для теста то есть мое тестирующее движение будет вот этим то есть я буду тестировать вот таким вот образом поэтому показываю тест отводим преднатяжение устанавливаем руку просим давите дави натяжение и давлю сам растяжение то сейчас я получаю то есть гипотония теперь как выглядит тест полноценно удерживайте руку здесь удерживайте не давите удерживать давим в сторону дам 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 гипотония вот этот тест над осной мышцы следующий ротатор это под лопаточная мышца основное движение под лопаточной мышцы это вращение плеча вовнутрь то есть полноценно эта мышца выполняет движение вот это с отведенной рукой с приведенной рукой для теста нам удобнее будет использовать рычаг рычаг будет предплечье что нужно сделать для пассивного введения руки преднатяжения мы выводим руку плечо ориентировочно на 90 80 градусов далее стабилизируем мы плечо своим бедром то есть мы бедром прижимаемся к его плечу и чтобы окончательно изолировать преднатяжение мышцы мы должны предплечье исчерпывающие то есть насколько допускает нам это плечо опустить вниз просто если будут воспалительные процессы рука нам не даст сделать достаточно объемное движение поэтому выводим плечо на 90 градусов и исчерпывающие опускаем предплечье вниз вот через предплечье мы и будем тестировать просим удерживать руку здесь тест будет тяговый то есть мы будем не толкать а тянуть заводим руку для теста под нижнюю треть предплечья и движение наше будет сейчас не сопротивляйтесь то есть переката с передней ноги на заднюю то есть мы работаем корпусом вот таким вот образом показываю как выглядит тест удерживаем давим вниз получили фазу преднатяжения сами просим тело двигаться назад и получаем норма тонус еще раз показываю как выглядит тест пассивно не сопротивляйтесь вот это движение а теперь сопротивляйтесь вниз даем приключен вниз и получаем норма тонус еще раз не забывайте про три фазы если вы забыли можете вот тут посмотреть ссылку на первое видео которым я объясняю фазы тестирования основные правила следующий ротатор это подосная мышца то есть это противоположность надосной практически по расположению я имею ввиду то есть надосная над костью лопатки над выступом на лопатке подосная непосредственно под костью лопатки основная функция подосной мышцы это вращение ротация они же ротаторы плеча наружу но у нас есть два ротатора которые вращают плечо наружу и как раз таки подосная она ротирует в большей степени плечо наружу отведенной руки то есть основная функция вот здесь ротировать плечо наружу вот так поэтому мы отсюда и будем тестировать мы выводим как для подлопаточной мышцы плечо на 90 градусов стабилизируем ее бедром руку я имею ввиду и просим опустить предплечье на столько насколько допускает плечо-лопаточный сустав то есть насколько рука нам позволяет и просим удерживать руку в этом положении обезьяний захват заводим за нижнюю треть предплечья и сейчас не сопротивляйтесь опять же тестируемое движение будет вот это то есть я по дуге вот этой вот буду тестировать сейчас покажу как выглядит тест удерживаем ладонь расслабьте давите вниз крутите предплечьем и тестирую я достаточно хороший тест а теперь ошибка которая может возникнуть в тестировании я стабилизирую бедром вторая стабилизирующая рука меня устанавливается на плечо и вот вот здесь вот когда вы тестируете нежелательно сильно давить на руку так можно здесь нервный пучок повредить надкосницу сместить смотрите разницу с надавливанием и без надавливания показывают с надавливанием давим вниз тест неудачный ждем 3 секунды чтобы адаптировалась система просто легко стабилизирую за руку упираюсь бедром и прошу давить вниз тест положительный не забывайте мягкие движения за мягкие ткани без кольцевых захватов четвертый ротатор который сегодня мы с вами разбираем и заключительный это малая круглая мышца она также ратирует плечо к наружу то есть ее основное действие как раз это вращение плеча наружу с приведенной рукой в большей степени то есть если я беру делаю вот так это как раз таки малая круглая если вот так это у меня работает подосная здесь что для теста нужно из приведенной позиции плеча мы выводим наружную ротацию здесь как стабилизировать пациента в этом случае здесь выбор либо мы можем сверху плечо стабилизировать либо можем его снизу стабилизировать вот самое главное при этом чтобы время теста у нас не было подъема плеча покажу оба варианта сначала стабилизация сверху то есть я удерживаю плечо сверху вывожу руку в тест то есть делаю преднатяжение и мое движение будет я буду как бы вышагивать вверх по дуге вниз то есть делать вот это движение поэтому стабилизируем удерживаем и просим ротировать плечо наружу давим наружу да и получаем гипотонию а теперь стабилизирую снизу удерживаю так и просим давить наружу давим наружу и также получаем гипотонию вот показываю как выглядит тест в практике удерживаем руку здесь давите наружу да 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 выполнив все три фазы я получаю гипотонус сейчас в данном случае мы уже обнаружили мышцы которые имеют сниженный тонус это может говорить о том что плечо под нагрузкой будет нестабильно и рано или поздно она будет давать какие-либо избыточные напряжения на связке потому что когда мышцы не работают на себя часть функции забирают связки в конце концов плечо начнет болеть лечим в следующих выпусках обязательно я вам об этом расскажу ротаторы плеча или ротаторная манжета плеча научитесь ее тестировать чтобы понимать какие мышцы в дисфункции далее буду разбирать как лечить эти мышцы как стабилизировать плечо как посадить его на место вы уже видели скорее всего вот здесь если не видели посмотрите прям вот тут видео о том как тестировать дельты те самые крупные мышцы которые если не работают ротаторы берут на себя эту функцию поэтому нужно знать как тестировать и те и эти и все поэтому тестируйте 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 не забывайте если кому-то нравится это видео пожалуйста делитесь его с им со знакомыми с коллегами с друзьями всем привет я доктор евгений этот ролик про тестирование двух мышц спины это широчайшая мышца спины и ромбовидной мышцы спины поехали показываю мануально мышечное тестирование широчайшей мышцы спины она делается как раз таки на рычаге руки основные пункты следующие то есть исходное положение тестирующего становимся с той стороны с которой мы хотим протестировать широчайшую мышцу вот для левой сейчас я становлюсь слева этот тест широчайшей мышцы если мы делаем лежа он очень удобный достаточно стабильный исходное положение для тестируемой руки следующие то есть мы руку держим прямо и делаем исчерпывающую ротацию вовнутрь то есть плечо надо максимально завернуть вовнутрь и просим именно на ровном локте и на ровной руке прижаться рукой к себе следующим этапом это у нас так скажем преднатяжение является стабилизация то есть стабилизация пациента чтобы он не ерзал всем корпусом будет за бедро то есть я его стабилизирую за мясо бедра вот сам стою таким образом чтобы мне удобнее было тестировать руку вот таким вот образом то есть тест будет следующий то есть я должен движение делать вот таким вот образом то есть я не должен тянуть руку куда-то туда не должен ее тянуть под 90 градусов то есть дуга теста будет следующая то есть я становлюсь стабилизирую и делаю вот это движение в корпусе вот он тест а вектор давление куда должен будет давить пациент как будто бы в задний карман то есть тест будет вот таким примерно то есть не просто в сторону я руку буду выводить а именно как будто он ее будет стараться тянуть задний карман а я буду из этого направления его вытаскивать именно в эту сторону то есть давайте пройдемся пунктом еще раз исходное положение со стороны тестируемой мышцы исходное положение руки во внутрь завернули максимально локоть прямой и прижались к себе если локоть будет не прямой то есть он будет бицепсом работать нам это не нужно стабилизация за противоположное бедро пациент лежит становимся в 90 градусов создаем себе позу марионетки и делаем тест то есть просим сейчас пациента лезть как будто бы в задний карман поехали к себе тянем тянем к себе и сами в этот момент делаем вот это движение еще раз вовнутрь прижались стабилизация к себе вот это движение а теперь покажу тест молча к себе 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 гипотония покажу с другой стороны чтобы было более-менее понятней показываю ротация внутренняя к себе прижались стабилизация стали в позицию и просим рукой вовнутрь к себе задний карман поехали давим к себе к себе к себе к себе тут тоже гипотония вот таким образом делается мануальный мышечный тест широчайшие мышцы как одной большой мышцы я не показываю тест по порциям а если вы показать по порциям то смотрим по порции мы делаем все то же самое только не как группу а немножко делим ее по частям потому что мест крепления у нее очень много так если мы выведем буквально на 15 градусов руку в сторону и просим отсюда к себе тянутся тянемся к себе таким образом мы тестируем больше среднюю часть этой мышцы который груда поясничное крепление имеет а если мы выведем руку под 45 градусов и просим к себе тянетесь то таким образом мы больше задействуем уже часть тазово-поясничную и путем именно теста локального когда у нас уже вот такая тонкая настройка широчайший происходит мы можем по всем именно позиция мышцу протестировать и выявить где-то локальный какой-то сбой вот но для начала просто как общую большую группу мощную протестировать именно этой мышцы да то есть мы ротации прижимаемся и тестируем именно из этого положения а сейчас проведем тест ромбовидной мышцы то есть как группа также большая и малая ромбовидная мышца что для этого нужно для этого нужно встать с противоположной стороны для тестируемой мышцы то есть если я сейчас тестирую правую я встану слева если тестирую лево стану справа и сейчас покажу вам тест по типу толкай вот он мне больше как-то адаптивен по типу тени тоже покажу но это опция что для этого нужно исходное положение я уже сказал с противоположной стороны от мышцы посадили пациента и встали со спины то То есть, именно вот так, как я стою. После этого нам нужно попросить согнуть руку в локте и завести локоть за спину. Как бы руку просите завести за спину, насколько позволяет плечо. И таким образом именно держим руку. Ладонь при этом открыта. То есть, не надо сжимать ее в кулаке. Это как раз таки будет точка опоры у нас для теста. Стабилизация пациента производится за трапецию. То есть, за вот эту вот зону. То есть, мы просто ложим руку вот сюда на мясо. Не сдавливаем ее, не давим на шею. Просто вот так руку положили. Тестирующая рука становится на как раз таки вот этом уголке между плечом и предплечьем. То есть, по сути, практически в локоть. Но мы не давим непосредственно в сам локоть. Мы немножко смещаемся вот сюда. Оставляя связочную зону свободной, чтобы не стимулировать сустав. Лишний раз. Стабилизация. Встали. И таким образом мы беремся для теста рукой. И что нужно просить сделать тестируемого? Чтобы он локтем своим и всей рукой давил как бы за спину. То есть, делал вот это движение. Еще раз. Вот таким вот образом. И в этот момент мы ему сопротивляемся. Вектор движения следующий. Мы должны из этого положения как бы руку, расслабьтесь, заводить вовнутрь. Вот таким вот образом. То есть, как бы мы хотим по вот этой дуге его протестировать. То есть, движение будет у вас в корпусе следующее. Вот такое танцевальное. Показываю сам тест. Держим руку, локоть за спину. Держим. Стабилизация. Точка опоры. И просим давить локтем за спину. Давим. Почувствовали сопротивление и начинаем активно делать движение. И еще раз. Стабилизация. Удерживаем. Давим за спину. Давим, 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 давим. И тест показывает нам гипотонию. Покажу с этой стороны без комментариев. Давите за спину. Дам, давим, 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 давим. Отлично. И еще раз. За спину. Дам, давим, 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 давим. Здесь мы получаем тонус. То есть, гипотония справа, нормотонус слева. Тонус слева. Но нормотонус мы ее не проверяли. Проверим? Проверим. То есть, ингибиция глубокого слоя мышц. Держим. За спину даем. Ну, тут гипотония. То есть, норма тонус. Адекватная реакция. Теперь покажу тест по типу тяни. По типу тяни тест следующий. Мы встаем в противоположную сторону от той, в которой мы стояли. То есть, для правой мы становимся с правой стороны, но вот под углом, под 45. Удерживаем руку здесь, локоть за спину. Стабилизация также за это же плечо. То есть, за плечо, но за это же. Вот здесь мы ее держим. И после этого мы захватываем вот таким образом ладонь. То есть, то мы стояли вот так, теперь мы точно так же стоим с этой стороны. И мы встаем в разножку. Сейчас расслабьтесь. И делаем следующее движение. Вот это. То есть, опять же, вектор вот до сюда доводит. Удерживаем. Стабилизация. И к себе тянемся. Тень-тень-тень-тень-тень-тень-тень. Гипотония. Тест толкай, он более энергозатратный. Тест тяни, он менее энергозатратный. Поэтому, если вы хрупкий или хрупкая, и у вас достаточно крупный пациент, то тест тяни, он больше вам подходит. Но если вы качественно умеете тестировать без лишних движений, то тест толкай вы можете использовать полноценно так же. Поэтому пользуйтесь. Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как протестировать мышцы шеи спереди. Ну и чуть-чуть сбоку. Грудинно-ключично-сосцевидный и лестничный. Вот, прямо вот здесь вот. Поехали. Эти мышцы отвечают за сгибание головы. То есть, наклон вперед, вперед влево и даже просто влево, либо вправо, то есть по бокам. То есть, они не делают движения назад, они только их контролируют. Давайте начнем с теста грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Чтобы найти ее, нужно повернуть голову в какую-либо из сторон, допустим, здесь справа, и немножко ее наклонить. И вы увидите, как обозначается вот этот вот тяж. Вот это и есть грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Она крепится к черепу, к сосцевидному отростку. И ключице, и грудине, да? Ну, как странно. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Кстати, один из вариантов ее коррекции я в подсказках сейчас вам отставлю. Оставлю. Чтобы вы смогли узнать, как с ней поработать. Что нужно для тестирования грудинно-ключично-сосцевидной мышцы? То есть, узнать, в каком она тонусе. Нам нужно сделать как раз-таки ее целевое движение. И попросить надавить этой мышцей в нужном векторе. Для этого нам нужно, чтобы протестировать ГКС слева, наклонить голову вперед. Максимально, насколько позволяет шея пациента. У каждого гибкость разная. И если мы тестируем левую, то исчерпывающие максимально попросить повернуть голову вправо. То есть, не делайте это собственными руками, только помогайте. И в этом максимальном повороте головы мы оставляем голову. Тут сразу будет видно, как напряглась ГКС. Вы ее прям нащупаете. После этого берем ладошки свои же и мягко встаем на висок. Вот таким вот образом. Поднимите голову. То есть, вот таким образом мы встаем на висок. То есть, нам не нужно пальцами вдавливать в сфенобазилярное сочленение. Давить, не делать больно. Нам нужно просто встать руками на висок. Еще раз опустили, повернули, положили руки. И из этого положения нам нужно попросить надавить пациента головой вниз. Примерно в такой фазе. Давайте пройдемся еще раз по основным пунктам. Если вы проводите тест пациента силя, то вы должны встать сзади. При этом можно сесть также на стул, если позволяет высота. Вы встаете сзади и своим корпусом, то есть, животом и грудной клеткой стабилизируете пациента. Чтобы во время теста, когда он давил, его не укатывало назад. Поэтому исходное положение для тестирующего, для доктора будет сзади. Мы уперлись, попросили немножко прижаться спиной. Голову опускаем вниз. Максимально поворачиваем направо. То есть, первую фазу теста, именно преднатяжение мы совершили. То есть, мышца готова к тестированию. Точку приложения теперь оказываем на висок. И просим по прямой, получается, продолжать кивание виском вниз пациента. То есть, он должен давить виском вниз. Мы так и просим, давите виском вниз. Мы почувствовали напряжение второй фазы. И после этого, нам нужно сделать, расслабьтесь, вот такое вот движение в корпусе. Мы здесь вот оставляем руки на месте и просто разгибаемся, получается, назад. То есть, держим и делаем разгибание. Вниз, направо. Просим надавить. И расслабься. Разгибаемся. Вот таким вот образом. А теперь покажу, как тест выглядит в комплексе. Стабилизация. Исходное положение. Преднатяжение. Просим давить натяжение. Давим. И делаем растяжение. Давим, 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 давим. Вниз, 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 вниз. Тут тест гипотония. Вот так проводится тест ГКС слева. Просто для наглядности покажу, как он выглядит справа. Стабилизация. Максимально вниз. Налево для теста правой. Точка приложения. Просим давить вниз виском. А вот здесь норматонус. Возможно. Но если мы укоротим мышечные волокна и ингибируем нейромышечное веретено, мы можем легко перепроверить. Давим вниз. Это норматония. Вот так вот тестируется грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Как один из главных сгибателей шеи. Теперь лестничные мышцы. Для теста лестничных мышц нам нужно немножко понять, где они находятся. Находятся они позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Сейчас на картинке вам схемка покажется. И чтобы понять их расположение, можно их даже немножко потрогать. Мы от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы немножко съезжаем кзади. И попадаем прям на отростки поперечные шейных позвонков. Вы прям нащупаете даже тела этих позвонков. Немножко подавив туда вовнутрь, можно мягко ощутить такие вот струночки натяжные. Вообще их три, работают они вкупе. Крепятся к шейным позвонкам и к ребрам. Вот, к первому и ко второму даже. Поэтому они также выполняют функцию дополнительного дыхания. То есть они вспомогательное дыхание оказывают, когда они справляются. Диафрагма либо межреберный. Чтобы протестировать эти мышцы, нам нужно сделать следующее. Очень похож тест на ГКС. Для этого мы также стабилизируем пациента сзади. Опускаем голову максимально вниз. И совсем немного, на 10-15 градусов, поворачиваем голову в какую-либо из сторон. Для теста правой группы лестничных мышц мы поворачиваем голову немножко влево. И достаточно. И вектор теста у нас будет теперь не по прямой вниз, а немножко в сторону. Для теста правой лестничной мы будем просить давить правым виском в правое колено. То есть в этом направлении, немножко наискосок. Опустили, повернули. Точка приложения будет точно там же. В проекции височной кости. И для удобства вы можете встать немножко сбоку. То есть вот таким вот образом. Точка приложения. И просим давить правым виском в правую коленку для теста правых лестничных. Давим. Давим, давим. Вторая фаза. И мы просим тело отреагировать. И оно отреагирует. Гиптония отреагирует. Да, именно так. Для теста левой сейчас все коротко продемонстрирую еще раз. Стабилизация. Опускаем голову. Немного повернули направо на 10-15 градусов. Встали немножко сбоку для удобства. Точку приложения оказали в проекцию височной кости. Мягко, подушечками пальцев. И просим левым виском давить в левое колено. Давите. Давим, 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 давим. А тут тонус. И если мы немножко провалимся в лестничные мышцы. И попробуем ингибировать нейромышечное веретено. И попробуем сделать перетест. Перепроверим. Это нормотонус либо гипертонус. Левым виском в левое колено давите. Это нормотония. Таким образом проводится тест ГКС и лестничных сидя. Коротко покажу, как это можно сделать лежа. Для теста лестничных мышц и грудинно-ключично-сосцевидных лежа. В позиции лежа пациента. Мы садимся у головного края. И просим поднять голову. И удерживаем затылок таким образом. То есть мы контролируем движение назад второй рукой. А первой рукой, получается, мы тестируем. То есть, допустим, для теста грудинно-ключично-сосцевидной слева. Мы сгибаем, исчерпывающе поворачиваем в сторону. И придерживаем голову здесь. Чтобы когда мы давили рукой в сторону от движения головы. Не было вот этого вот провала. И мы головой пациента не били его об кушетку. Поэтому поднять, повернуть, удерживаем голову здесь. И одной рукой просим пациента сгибать голову ровно вперед. Давим. И всем корпусом, как бы подсаживаясь, мы тестируем ГКС. Вот таким вот образом. А чтобы протестировать группу сгибателей, то есть и ГКС, и лестничные, все вместе сразу, мы делаем это очень просто. Мы просим согнуть голову, поставим руку на лоб, также удерживаем затылок сзади. И просим лбом продолжать движение кивания. То есть, сгибайте голову вперед, давим лбом вперед. Давим, 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 давим. И получаем тест. Чтобы понять вообще вкупе, есть ли вообще какие-то тонизированные мышцы здесь, мы можем сразу сделать этот тест. А после этого уже прицельно выстреливать, какая из них не работает. Если мышцы сгибателя показывают тонус, и при этом нет никаких жалоб на шею, то в принципе тут все нормально, адекватно. Поэтому рад был делиться этой информацией. С вами пользуйтесь. Продолжение следует...